Пока существуют проблемы с оплатой подписки, рекомендую вам поиграть на бесплатном сервере WoW Sirus. Огромное разнообразие рас и классов, новые локации, задания и боссы, которых никогда не было на официалке, постоянное обновление и стабильный онлайн больше 20 тысяч человек. Благодаря проекту Sirus каждый из вас может начать свои похождения в Азероте быстро и совершенно бесплатно. Ссылка в описании. Переходи, регистрируйся и становись настоящим героем вселенной Warcraft. Всем привет! Как гром среди ясного неба на нас свалился новый синематик Dragonflight, приуроченный к промежуточному обновлению 10.07 под названием «Возвращение в запретный край». Это стартовая локация драктиров. Можете посмотреть данный синематик по ссылке в описании или по подсказке на экране. Если же вам интересно его краткое содержание, сейчас расскажу. Первобытные воплощения – Веронот, Феррак и Иридикрон – прилетели в запретный край и отворили древнее хранилище Нелтериона. Оттуда выкрали сосуд, внутри которого сокрыты координаты Аберуса, тайной лаборатории Смертокрыла и по совместительству нового рейда обновления 10.1. Иридикрону важна не столько лаборатория, сколько огонь, питающий его. Вот за этим первобытные и отправляются. Отдельно стоит отметить смертные облики первобытных. Выглядят они реально круто. Этакие древние аспекты на максималках. И я заметил, как многие не понимают, откуда у первобытных, что ни разу не встречались со смертными, такие облики. На самом же деле они имеют облик гуманоидных элементалей. Их расу определить не удалось, и Иридикрону и вовсе похож на Жнеца из Увервотч. Скажу сразу, мы не увидим Иридикрону и его сородичей в промежуточном обновлении 10.0.7, потому что синематик является задатком для большого патча 10.1, тестирование которого начнется совсем скоро. Что касается обновления 10.0.7, то его выход состоится уже 22 марта. Готовьтесь. Его главными новинками станут цепочки на расовую броню орков и людей, квестовая цепочка с Бэйном на равнинах Аннары, новое подземелье и небольшой сюжет в запретном краю. Теперь давайте поговорим про обновление 10.1, угли Нилториона. Мы отправимся прямиком в подземный мир под названием Пещеры Заралек. Это такое подземье 2.0. Сейчас зачитаю вам, что это за подземный мир такой и что в нем интересного. В глубинах обсидиановой цитадели, из которой Нилторион когда-то защищал драконьи острова, таится скрытая лаборатория, где хранитель Земли проводил эксперименты, запрещенные практики, которые ему хотелось скрыть от глаз других аспектов. Внутри этих залов есть темная комната, где Нилторион впервые услышал шепот древних богов, который повел его по тому темному пути, по итогу превративший в Смертокрыла. Хотя Рошагет была побеждена, воины стихии продолжают сеять хаос и уничтожать все, что создали Титаны, заключая новые союзы и восстанавливая старые. Герои Азерота последуют за своими врагами в опасные глубины пещеры Заралек, а в этом непростом деле им помогут местные жители, населяющие подземелья драконних островов. Кратообразные существа Нифены и Дрогбары, знакомые нам еще с Легиона. Пусть и мы неведомы воины на поверхности, их бесценные знания глубин помогут игрокам и их союзникам обосноваться здесь. Нифены обладают очень плохим зрением, но идеальным нюхом, и с ними появится отдельная колонка прокачки известности. Интересные создания. Дрогбары же были рабами Смертокрыла в древности, те, что повстречались нам на расколотых островах, еще легко отделались, а те, с которыми нам предстоит познакомиться в пещерах, настрадались от аспекта Земли по полной, и мы сможем послушать их печальную историю. Посмотрим на новую локацию. Пещеры Заралек очень сильно напоминают подземья времен катаклизма, где тоже были следы пребывания Смертокрыла. Одними из главнейших врагов новой локации станут Джеродзины, которые поселились в пещере Заралек давным-давно. Именно здесь находится их главная база. Новая локация по размеру будет больше Зерит Мортис из обновления 9.2. В этой локации будет три крупных биома. Серные бассейны, исторгающие пары едких химикатов, куда Нилторион сбрасывал плоды своих неудачных экспериментов. Кристаллические пещеры со сталактитами и сталагмитами из камней и кристаллов, вулканы с потоками и озерами лавы, а также застывшими искаженными пиками, среди которых обитают Джероддины. Главным антагонистом этой локации будет воплощение огня Феррак, один из братьев Рошагет. Очень жаль, что нового злодея решили слить так рано, и скорее всего никто из первобытных не переживет дополнение Dragonflight. А хотелось бы. Также в новом рейде нам выпадет возможность сразиться с проекцией Нилториона. А еще мы встретим его проекцию несколько раз по ходу сюжета, как это было с Синдрагосой. Вот его новая модель. Что же касается полетов на драконах, то они останутся, даже несмотря на то, что мы попадем в подземную локацию. Потолки там довольно высокие. Важные сюжетные детали Blizzard пока не раскрывают, но мне показалось интересным то, что именно в этих пещерах Нилторион впервые услышал шепот древних богов. Именно здесь он построил свою секретную лабораторию, и именно сюда отправился Эридикрон. И видится мне, что тайны Аберуса он разгадает с легкостью. Вот только зачем ему таинственный огонь Нилториона, и что особенного в этом огне? На эти вопросы нам только предстоит ответить, но вы уже сейчас можете делиться своими догадками в комментариях. И напишите, «Как вам синематика и новая локация?». Пока всё выглядит достаточно интересно. Продолжаем следить за развитием событий и делиться новостями с вами. Поэтому подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!